Ну что, Федор Сергеевич, корзинки мы взяли, а теперь нам надо сделать покупки на стройку в наш дом. Ура! Обожаю покупки, а еще такие мужские для стройки. Пошли скорее. Пошли, пошли, Федор. Федор Сергеевич, для начала, чтобы все делать, нужно чем-то мерить. Надо сначала купить рулетку. Пошли. Ну да, ты прав. Пошли искать рулетку. Вот. Стой, Федор Сергеевич, я нашел рулетки. Я возьму себе вот эту большую, и она аж на 8 метров. На 8 метров? Это ж так много. Мне такая большая не нужна. Папа, там поменьше нету? Вот такая небольшая и на 3 метра тебе подойдет? Отлично, спасибо. Еще нам, Федор Сергеевич, нужна малярная лента, и я возьму. Моток побольше. Побольше, да? А мне зачем побольше? Мне надо поменьше. Так, вот эту, пожалуй. Вот такую я себе возьму. Хорошо, ты поменьше, и моток будет поменьше. Пошли дальше. Хорошо, что мы зашли в отдел электрики. Нам нужен удлинитель, чтобы подключать инструменты. Ну да, нужен. И я возьму вот такой большой удлинитель. Большой, да? А мне большой не нужен, тем более большой ты уже взял. Я возьму поменьше. Вот такой. Пошли дальше, что там еще надо покупать? Подожди, Федор Сергеевич, надо взять клей. И я возьму тюбик побольше. Побольше, побольше, зачем мне побольше? А я поменьше возьму. Вот такой. Федор Сергеевич, пошли дальше покупки делать. Подожди, Федор Сергеевич, мне надо взять коробку для гвоздей и шурупов. И такую, чтобы была побольше. Коробку для гвоздей и шурупов, а это обязательно? Конечно, обязательно. А как ты на стройке хочешь гвозди, чтобы разбросать, они потеряются все. А так коробку открыл, и они аккуратно сложены. Да, папа, ты прав. И мне надо, только поменьше. О, отличная коробочка. Берем. Вот и Федор молодец. И у тебя все такое маленькое, как ты. Пошли, строитель. Я хозяин, а не строитель. Пошли. Подожди, Федор Сергеевич, надо молоток взять, чтобы гвозди забивать. Вот такой, побольше. Молоток, да? Но я такой большой даже не подниму, мне поменьше. Вот такой. Вот такой, смотри, папа. Вроде не сильно тяжелый. И стучать им удобно. Такой себе возьму. Отлично. Бери. Мне маленький тоже пригодится. Стой, стой, Федор Сергеевич, я чуть не забыл. Нам же нужен ключ. Трубы крутить. Возьму вот такой. Побольше. Опять-то, папа, такой тяжелый ключ выбрал. А мне что взять? Я такой тяжелый не подниму. Ну, ты прав. Для тебя такой большой будет тяжелым. А возьми-ка ты вот такой небольшой ключик. Отлично, берем. Пусть маленький тоже будет. Гайки разные бывают. Пошли дальше. Федор Сергеевич, я тебе скажу, что на любой стройке нужен уровень, чтобы все было ровно. Уровень. Придумают же название. Это очень важный инструмент. Без него ни одна стена не делается. Возьму, если такой побольше. Ничего себе инструмент. Огроменный какой. Не в тележку не влезет. Да, точно не влезет. О, а есть же поменьше. Сразу не заметил, такой он маленький. Не в тележку влезет. И в руку. Отлично. Бери, бери, Федор Сергеевич. Не везде большим уровнем подлезешь. Маленький тоже пригодится. Пошли отвертку выбирать. Вот, Федор Сергеевич, отвертки. Я нашел. И я возьму вот эту. Вот эту большую отвертку. Ничего себе, такие бывают. Не, мне такая не подойдет. Мне надо поменьше. Вот такую, например. Маленькую, удобную. В руку влазить, держать удобно. Отлично, вот такую и возьму. Федор Сергеевич, ну мы вроде как купили все, что нам надо. А если вдруг что-то еще понадобится, то мы придем в магазин и купим. Вы, ребята, подписывайтесь и ставьте лайк. Пошли на кассу. Иду, иду. Теперь ты большой, как я. После этого королю не оставалось ничего другого, как отпустить крестьянина с миром. Ой, папа, какая интересная сказка. Мне так понравилось. Ты так хорошо читаешь. Не переживай, Федор Сергеевич. Когда ты вырастешь, ты тоже сможешь читать сказки. А пока давай, укладывайся в баинькой, завтра в садик с утра идти. Не хочу ужать. Не хочу я в садик. Надоел мне этот садик. Не нравится мне. Хочу быть большим, как ты, и не ходить в садик. Ха, и куда же ты собираешься тогда ходить, если ты будешь большим? Куда, куда? На работу буду ходить, как ты. Не хочу я в садик. Федор Сергеевич, давай, ложись уже спать поздно. И хватит этих разговоров. А можно я тогда лягу спать с машинкой и с пистолетом? Ну, конечно, можно. Ложись. Только смотри, не ударь себя в них во сне. Пап, только ты не уходи. Порежи здесь со мной на диванчике, а то я боюсь. Ну, хорошо. Сейчас книжку положу. И прилягу рядом с тобой. Надоело мне уже быть маленьким. Спать, ложить, книжку читать не умею. Прошу уже быть взрослым. Когда хочешь, ложишься, когда хочешь, встаешь. И главное, в садик никакой ходить не надо. Так хочу быть взрослым скорее. Вот уж эти малыши, как Федор Сергеевич. Вот не хотят, но не все любят в садик ходить. Но при этом хотят быть сразу взрослыми. И не понимают, что если ты в садик не ходишь, а потом в школу, что и взрослым не будешь. Ох, ничего себе. Кажется, я вместе с Федором Сергеевичем в одной комнате уснул. Ох, и ночка быстро пролетела. Это же надо на работу собираться. А еще перед этим Федора Сергеевича в садик отвезти. Эй, эй, Федор Сергеевич, давай просыпайся, пора в садик. Давай, давай, а то опоздаешь. Опять папа будет. Не хочу вставать, хочу поспать. Отстань от меня, папа. Давай, Федор Сергеевич, давай, просыпайся, уже утро. Давай скорее, а то в садик опоздаем, и я опоздаю за тебя на работу. Ну, папа, ну можно я еще чуть-чуть посплю? Ну чуть-чуть. Кто это? Что случилось? Что случилось? Я не понял, Федор Сергеевич. Это ты что за ночь такой большой вырос? Папа, что с тобой произошло? Папа, ты чего такой маленький? Это я маленький? Это просто ты такой большой, а я нормальный. Что происходит? Папа, я ничего не могу понять. Так, Федор Сергеевич, давай-ка присядем на диван и подумаем, что произошло. Ну да, надо подумать, что-то непонятное происходит. Садись давай. Папа, ну я хотел стать большим. Вот я и стал большим. Таким большим, что даже больше тебя. Я все понял, что произошло. Что произошло, папа? Я ничего не понимаю. Мы просто поменялись телами. Теперь ты большой, как я. А я маленький, как ты был. Ничего себе. Все, Федор Сергеевич, хватит болтать. Нету времени. Давай, пошли одеваться, и я поведу тебя в садик. Как, папа, меня в садик? Я же смотрю, какой большой. И бородатый не поймут и не возьмут меня в группу. Нет, папа, надо что-то делать. Ха, удивительно и вправду. А как же я такой маленький и пойду на работу? Кто ж меня пустит-то? Да, папа, надо что-то думать. Я даже не знаю. А ну, папа, сейчас достал с носа. Ой, ой, прости. Я еще просто не привык, что я взрослый. Ой, что же делать, папа? Что же делать, я не знаю. Ну, ты же хотел быть, Федор Сергеевич, взрослым. Ха-ха, вот тебе и проверка. Вот теперь и сам решай, что мы будем делать. Хе-хе-хе. Ну, я не знаю, что же придумать, что же придумать. О, а давай я пойду на работу вместо тебя, а ты в садик вместо меня. Вот и исполнится моя мечта быть взрослым, а твоя быть маленьким. Здорово как? Ха-ха, так а что я буду делать в саду-то? Что вы там делаете? Я уже и забыл. Ха-ха, что-что, есть отвратительную кашу, отвратительный суп, спать в обед, слушаться воспитательницу. Какой ужас. Это что, там так страшно в саду? Ну нет, папа, не очень страшно. Там еще с детками можно поиграть. Можно еще буквы получить, в игрушки разные поиграть. Вот вам интересно. Ну ладно, хорошо. Ну а ты-то хоть, Федор Сергеевич, знаешь, что вместо меня делать на работе придется? Нет, папа, не знаю. А что там надо делать? Рассказывай. Хе-хе-хе. Сынок, во-первых, туда нужно прийти вовремя, не опоздать, а то лишат премии в конце месяца. За что я буду тебе конфеты покупать? Во-вторых, нужно делать всякие отчеты, недельные, месячные, квартальные, годовые и так далее, тому подобное. О, а еще не забыть пообедать в обеденный перерыв. Ужас, папа, так сложно на этой вашей работе. Ой-ой-ой-ой, зачем я такого себе пожелал? Это только начало, это еще не все. Еще нужно следить за тем, чтобы твой рабочий стол был в порядке, чтобы все бумаги лежали в нужном тоже порядке. Все, папа, хватит, не продолжай, не продолжай, папа. Надо что-то придумать, надо как-то вернуть нас на место. Да, мне это тоже все не нравится. Боюсь, у нас может не получиться, ведь каждому свое. О, давай-ка мы ляжем немножко поспать и, может быть, во сне мы снова поменяемся телами. Только надо будет подумать, чтоб ты стал собой, а я стал собой. О, это ты хорошо, папочка, придумал. Давай, а то я не хочу больше быть большим. Давай ложиться спать. Да, а я больше не хочу быть маленьким. Так что все, давай, не болтай. Ложись спать и скорее меняться телами. О! Я снова взрослый. А я, мама, молись, здорово. Раз. Папа, пошли скорее в сад, я так хочу садить. Пошли, пошли. Как хорошо, что я маленький. А я на работу, на свою любимую работу, ура. Побежали.